Завтраки, легкие перекусы, ланчи, обеды и ужины в ресторане. Все это так или иначе объединяется названием общепит, где к еде, в отличие от домашней, предъявляются очень строгие требования. Сегодня программа «Уголок потребителя» пойдет в ресторан. Со мной вместе будет главный юридический консультант программы Алексей Круглин. Если театр начинается с вешалки, то любое кафе начинается с уголка потребителя. Направимся сразу к нему. В любом предприятии общепита должен быть уголок потребителя – информационный стенд, где посетителю доступна вся информация о заведении. – Добрый день. – Добрый день. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Двое. – У нас двое. – Можно расположиться? – Да, конечно. К чистоте и красоте претензий нет. Вокруг развешаны мониторы, на которых процесс приготовления еды от этого пики становится еще больше, и еда, кажется, мне еще вкуснее. Ну что ж, мы не будем терять бдительность. Наша задача – убедиться в наличии всех документов, не только во вкусе, но и в безопасности еды, которую мы с вами будем есть. Давайте выбирать. Если мы говорим о мясе, то сопроводительные документы, это включая ветеринарные сертификаты, когда произведено, где произведено, в каких условиях хранилось и так далее. То есть, на это все можно спрашивать всегда. И уже, исходя из этого, делать вывод, хотите ли вы блюдо мясное, приготовленное из этого мяса или нет. Ну, то же самое и касается растений. Ну, я говорю про картофель, например, тот же самый, это простейший. Ну, все остальное, печатные спаржи и так далее, и так далее. Все это можно требовать, можно смотреть все ветеринарно-сопроводительные, физсанитарные документы. Всегда. Они должны находиться на самом месте производства дальнейшего продукции. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня. Ну, давайте, там, тогда салат с уткой и с треплой. Стоит медиа-урея. Но перед тем, как вы нам его принесете, можно было бы поскоприть документы, например, технологической картой на эти блюда. И также можно товарно-сопроводительные документы на мясо, которое используется. Конечно, все предоставлено. Спасибо. Спасибо, мы ждем. Итак, Алексей, как вы оцениваете документы? Что вы видите? Пока вижу, у нас документы на товар, непосредственно на мясо. Есть, ну, сопроводительные документы, ветеринарное свидетельство, товарно-сопроводительное. То есть, в принципе, этого достаточно. Есть экологическая карта на изготовление на это блюдо. Конкретно здесь указано стейк с треплой, весом указано сколько, другие ингредиенты – это перец, розмарин, тимьян, соль морская. То есть, по сути, здесь отображено все, что необходимо для того, чтобы можно было выбрать это блюдо при походе в кафе, в ресторан. Говоря о том, соблюдается ли требование норм, санитарных норм и правил, это при производстве, когда из мяса готовится определенное блюдо. Можно попросить технологическую карту. То есть, как выдерживаются те нормы, которые предусмотрены федеральным законодательством о способе приготовления конкретного блюда. То есть, технологическая карта будет говорить о том, что и она подлежит согласованию, и она будет говорить о том, что да, действительно, вот этот способ мяса, я возвращаюсь к мясу, или к рыбе, да, он соответствует безопасному потреблению готового блюда. Салат с уткой тоже есть. Салат с уткой, технологическая карта, также отображено, что используется для приготовления этого блюда. То есть, это очень важно, особенно для людей, которые страдают аллергией. Можно заранее посмотреть, какие ингредиенты, не будет ли аллергии у человека. То есть, это на самом деле очень важно. К сожалению, многие забывают об этом, сами посетители. Тем не менее, на это стоит обращать внимание. Но давайте посмотрим на мясо, которое используется при приготовлении. Есть товарная накладная. Есть ветеринарное свидетельство на утку. В чем она упакована, в каком виде она была приготовлена. Вот это она привезена. Я не вижу никаких проблем к тому, чтобы приступить к нам к обеду здесь, в этом заведении. Алексей, ну мы с вами убедились, с продуктами у нас все хорошо. Ну а можем ли мы убедиться о здоровье всего персонала, который имеет непосредственное отношение к нашему с вами обеду? Итак, можем ли мы спросить о здоровье официанта, который непосредственно все нам это принесет, и повара, который нам это будет готовить? Нет, ну спросить, конечно, об этом можно, но надо учитывать, что есть такие категории, которые запрещены для передачи третьим листам. Это, например, профессиональные данные. То есть, если мы спрашиваем, то должны учитывать, что если мы видим медицинскую кнопочку, то нам ни в коем случае не должны, даже если запрещено, показывать непосредственно фамилию, отчество и так далее. Потому что это ограничение. И работодатель об этом дает определенные даже гарантии для своего персонала. О том, что персональные данные работников не будут передаваться каким-либо третьим листам. Поэтому нужно спросить, конечно, посмотреть о личных медицинских книжках, но с определенными ограничениями. Для этого нам нужно пригласить управляющего? Я думаю, да, потому что все медицинские книжки находятся у управляющего, должны находиться здесь, на месте. Давайте спросим. Все сотрудники медкомиссию проходят раз в год по направлению. У нас есть сотрудник-технолог, который следит за всеми медкомиссиями, направляет их, контролирует прохождение. Также ежедневно мы проверяем наличие открытых ран, постреставраторных заболеваний, о чем свидетельствуют журналы на нашем предприятии. Напомним, обратиться за документами лучше, как мы, выбрав продукты, но еще не сделав заказ. Ну что ж, приятного нам аппетита! Приятного аппетита! Наш обед получился. И чтобы так было всегда, не важно, даже если это обычный перекус, будьте бдительны. Выбирайте место общепита тщательно, не закрывайте глаза на недочеты. Ведь вы платите за это собственные деньги. Ну а если все же почувствовали себя плохо и подозреваете, что отравились? При отравлениях обращение сразу же. Что касается защиты прав потребителей, это Роспотребнадзор. Это орган, который отвечает в первую очередь за то, чтобы наказать, выявить нарушения, связанные с защитой прав потребителей. Если наступило отравление, обращение в медицинское учреждение. Медицинское учреждение предоставляет полный пакет документов об обращении. И одновременно обращение идет в Роспотребнадзор. Это почему еще необходимо сделать быстро? Потому что иногда сложно зафиксировать, что именно вот эта вот партия продукции была некачественной. Вот чем мы с этим, лучше. Потому что если уже партии нет, немножко сложнее, так сказать. Итак, подведем итоги. Обязательное условие – оборудованный уголок потребителя. Обстановка и чистота помещений не должны вызывать нареканий. Ветеринарные свидетельства и другие сопроводительные документы к продуктам, а также технологические карты к блюдам лучше спросить, уже выбрав еду, но еще не сделав заказ. Спросить о здоровье персонала можно, попросив управляющего заведением показать вам санитарные книжки. Но передавать персональные данные работников кафе третьим лицам нельзя, поэтому они будут продемонстрированы с ограничениями. Если после посещения точки общепита вы почувствовали себя плохо, нужно незамедлительно обратиться к врачу и зафиксировать факт отравления. Мы очень надеемся, что рекомендации, полученные вами в этой программе, помогут вам сделать каждый перекус приятным и каждый ужин праздничным, а главное – уберегут вас от неприятностей и разочарований. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова